Я, Создатель, продолжаю передавать знания через человека из России, через моего помощника, а точнее, через моего посланника. Через Катрены, через образное представление, я формирую в вас образное мышление, мышление богов. Отец Абсолют В устье раздался гром, точнее, землетрясение. Подтверждение, что хорошо прошел посыл. Даже у небес это вызвало удивление. Весь человеческий род просто застыл. Теперь надо уже, как по накатанному, двигаться по ступеням дальше. Тьму вам надо направить ко дну. Доказано, между людьми не должно быть фальши. Вы доказали всем, что в состоянии уже творить. Главное вместе и одна цель. Вам надо творить, а не общие слова говорить. После Волги для вас отсутствует слово «мель». Вам надо помнить всегда Бога задачу. Вам надо очистить планету от тьмы. Вы продемонстрировали энергии передачу. Не должно быть больше в рядах кутерьмы. Теперь нужен только строгий порядок. От общей цели Создателя нельзя отклоняться. Создатель скоро определит ваш срок. Правда в шестую эпоху переберется. В России, как и в мире, люди властью обмануты. Своя власть обворовала страну. В головах и на ногах людей есть путы. Страна превращена в духовную рану. Вам союз не повторить и не надо. Принцип равенства остается людям. Надо разорвать в духе для людей блокаду. Тьма много расставила долговых ям. В Конституции слово «Бог» значит «Его каноны». Русь принимает ответственность за мир. Для порядка в стране не нужны погоны. Теперь для людей только Создатель ориентир. Надо поменять все слова в Конституции. Вспомните Конституцию Союза. Надо в чем-то повторить сталинскую конструкцию. Над страной должна быть уже Бога-звезда. Первая. Шестая эпоха. Это совсем другие вибрации. В шестой эпохе должны быть уже люди-боги. Надо вернуться на путь эволюции. Люди – это коллективные в духе потоки. Второе. Люди должны пройти вашу школу богов. Первыми пройдут ваше новое поколение. Старшие поколения будут уже без оков. Шестая эпоха. Это новое совершенно движение. Третье. Все внимание на вас. Вы – наставники. Раскройте способности каждого человека. Несите знания Бога как странники. Наступает новая эпоха век. Четвертое. Поменяйте тактику передачи знаний. У каждого человека есть право свободной воли. Надо прекратить в духе людей из Китания. Пророк будет вместе с вами нести вашу долю. Его вечный крест, как все, все равны на планете перед Создателем. Люди должны быть благодарны Богу, своей мечте. Они нового мира уже обладатели. Пятое. На Волге все получилось. Значит, все можно. Теперь определите, кто нужен России. Изменить сознание людей вам несложно. Всегда поможет от Бога Мессия. Шестое. Конкретизируйте слова посыла. Общий посыл на Руси нужен раз в месяц. В войну в начале февраля тогда тьму смыло. Но тогда еще войны не наступил конец. Седьмое. Вы пойдете тропой новой истории. Вам надо тьму победить окончательно. Вы, люди и страна, будете совсем другой категории. Вы уже отличаетесь от людей значительно. Восьмое. Определите победный план. Замените власть на народное вече. Исчезнут новориши и церквей кланы. Поставьте за победу свечи. Девятое. Нужна матрица мира и полный порядок. Нужен еще и оперативный штаб. Обеспечьте людям полный достаток. Страна должна понять свой для планеты масштаб. У вас есть постоянный контакт с Создателем. У вас есть Мессия или Пророк. Не должно быть на Руси обывателей. Создатель определит преображение планеты срок. Аминь. Отец-Абсолют. Или Высший Космический Разум. 7 декабря 2021 года. Катрен. Вы пойдете тропой новой истории. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok